Сегодня Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этом году все мероприятия проходят под девизом «Мы можем, я могу». Это призыв осмыслить то, что может сделать каждый из нас в борьбе с онкозаболеваниями и внести свой вклад в кампанию против рака. О ситуации с онкологическими заболеваниями в Анапе нам рассказала заместитель главного врача городской больницы Елена Паркина. Это большой день для медицины, это Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Но это не праздник для нас, это колокольный звон, это набат, который бьет во всю силу, потому что онкология сейчас в последнее время, к сожалению, это очень грозное и очень серьезное заболевание, группа заболеваний, от которых умирает очень большое количество людей. Это не секрет ни для кого. И за последнее время, вот конкретно, например, по муниципальному образованию Анапа встало на учет за 2015 год 499 человек. 20% из них – это люди, которые поступили к нам впервые с запущенной формой рака. Первое, что мы должны, это посетить смотровой кабинет. То есть, где акушерка, она посмотрит не только нас со стороны гинекологии, она заглянет нам в рот, она посмотрит наши кожные покровы, она оценит состояние молочных желез. Очень сложно мужчин затянуть по факту в смотровой кабинет. Все мужчины от 30 лет должны его посетить. Любое образование, любой дискомфорт. То есть, видите, что язвочка, например, на коже не заживает там некоторое время, через неделю, через две недели, обратитесь в поликлинику. И не обязательно сразу к врачу-онкологу. Смотровой кабинет, там уже сотрудники, они научены, они насторожены. Они уже дальше сориентируют на либо врача-онколога, либо на врача-терапевта. И уже дальше мы, по крайней мере, сможем вместе заняться этим вопросом. То есть, естественно, первая и вторая стадии, они лечатся, они лечатся очень хорошо, учитывая современные методы лечения. И практически человек выздоравливает полностью. Это не приговор.